Всем приветики! С вами Ольга и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие. И сегодня у меня такая тема родилась, потому что мы пока еще в преддверии, пока еще, итальянской Пасхи, потому что в этом году наша Пасха Ортодоса почти отличается на месяц от итальянской Пасхи, потому что итальянская Пасха это 4 апреля, а наша Пасха крестьянская Ортодоса 2 мая. Но сейчас у нас в преддверии итальянской Пасхи, ну и, конечно, хочется разнести подарочки Пасхи. Сейчас я еду, потому что хочу поздравить с наступающей Пасхой моих близких таких вот друзей, которые, дорогие мои, сделали мне прописку у себя в квартире. Тогда, когда у меня была такая проблема, и об этом я уже рассказывала в одном из видео. Ссылочку я вам оставлю в описании, потому что добрые люди действительно везде попадаются. И они мне сделали прописку тогда, когда мне нужно было и на права сдавать, и агентство свое брачное открывать. Мне обязательно нужен был внутренний паспорт, который называется «Карта идентина». Такие добрые люди, мы с ними познакомились просто на карнавале, потому что вместе танцевали на одной из платформ. Замечательно, им где-то около по 75 лет, но дети у нас практически одинакового возраста. Они такие животные, хорошие, добрые. Ну и сейчас, даже когда я уже купила квартиру, время от времени, в основном это Пасха и Рождество, когда маленькие, такие маленькие, небольшие подарочки я все-таки им отвожу, потому что я им очень-очень-очень благодарна. Ну и время от времени встречаемся, в основном я к ним прихожу, бьем кофе, какие-то подарочки я привожу еще из России, но это вот такая мелочь. В общем, дорогие мои, сегодня у меня получилось так, что я купила такой красивый, как они говорят, конфетционный коробочку, где уже лежит колумба и уже лежит бутылочка с пуманты, шампанского. И я решила еще покрасить свои просто яйца, которые, ну не мои, а просто яйца такие, которые, как у нас говорят, вареные яйца, у них называется ова-сода. И облагородить их к Пасхе, потому что у них в основном дарят вот это колумба, шампанское с пуманты и какое-то шоколадное яйцо. Вместо шоколадного яйца я решила им вот такие яйца подарить, вареные, но как я их облагородила, как я их раскрасила, я с вами с удовольствием поделюсь. Потому что мне нравятся все вот эти, как вы заметили, рецептики за 2 минуты. Также и яйца я тоже облагородила буквально за 2 минуты. Они больше варились, чем я их облагораживала. И, конечно, я с вами этим поделюсь. И сейчас мы вместе поедем поздравлять с наступающей Пасхой, моих таких хороших, добрых людей. В общем, мне просто повезло, потому что добрые люди есть и в России, и в Италии. И вы тоже у меня очень-очень хорошие и добрые. И я вас тоже всех очень благодарю. Всем удачи и любви, и счастья, и радости. Итак, дорогие мои, чтобы приготовить пасхальные яйца, я сейчас их не крашу. Я беру вот такие вот интересные штучки, которые каждая штучка кладется на яйцо. Вот, они продаются вот в таких вот красивых ленточках. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук в одной ленточке. Можно выбирать любые-любые идеи. Я выбрала вот с такими ангелочками, и выбрала просто вот с такими цветочками и так далее. Короче, каждую нужно разрезать вот на такую часть. Вот они. Я уже разрезала. И сейчас мы просто варим наши яйца. Вот я уже поставила варить. И в этой же штучке мы их будем облагораживать. Очень интересно, потому что я делаю это для моих друзей итальянских, потому что уже пасха будет в воскресенье. И сейчас я, как обычно, несу коломбо с этим, с поманты, с шампанским, так сказать. И вместо шоколадного яйца я решила вот такие яйца подарить вареные. Потому что на пасху они тоже светят. Я думала, что нет, не светят. Но они тоже светят вареные яйца. И чтобы вареные яйца были такие интересные и красивые, я их решила обрадовать сегодня. Потому что они такой фишки совершенно не знают. Ждем, пока сварятся наши яйца. Яйца должны быть уже вареные, дорогие мои. Яйца наши сварились. Мы их перекладываем просто ложечкой в холодную воду. Для того, чтобы они потом хорошо чистились. Но водичку мы горячую оставляем. Оставляем мы ее для того, чтобы благоустроить наши красивые пасхальные яйца. И мне еще нравится то, что сейчас в основном яйца получаются вот такие вот. Они как будто уже покрашены шелухой. То есть вот они уже такие у нас как будто уже покрашены. То есть яйца мы немножко охладим. А воду мы снова ставим на газ. Но делаем его маленьким. А наши яйца мы сейчас облагораживаем. Посмотрите, сколько у нас получилось чудесных таких вот разных открыточек. Я их обожаю. У меня всегда глаза разбегаются, какие только получить. Вот этот у меня с прошлого года остался. Я решила своим подарить вот это и два ангелочка. Ну и какие-нибудь цветочки. Итак, поехали. Сначала суем в эти штучки яйца. Вот они такие. Смотрите. Вот это вот. Немножечко его, если так растопырить, сюда вставляем яйцо. Вареное яйцо вставляем вот в эту нашу красивую такую фольгу. Кладем его аккуратно на ложечку. И эту ложечку мы опускаем в горячую, практически кипящую воду. И смотрите, что у нас происходит. Одним движением руки наше яйцо становится вот таким вот красивым. Посмотрите, какая красота. И вот тебе, пожалуйста, подарочное яйцо. Сейчас мы сделаем все остальные наши яйца. Смотрите, сколько у нас их тут. Сейчас покажу. То есть вставляем вот в эту бумажку пластиковое яйцо. Яйцо кладем на ложечку. И ложечку аккуратненько берем и в кипяток бросаем. Дрым, дрым. И быстренько это все вращаем. И оно все прилипает. И получает у нас такая красота. Вот подсолдых получился. Вот уже два яйца. И такие вот яйца, которые можно всем раздаривать. Ой, какая красота и какое-то счастье. Поехали. Редущее яйцо у нас с ангелочком. Также мы его туда засовываем. Ставим на нашу ложечку. И опускаем в наш кипяточек. Жень, жень, жень. Конечно, когда средние яйца, они лучше прилипают. Получаются очень равномерные. Вот какой у нас замечательный ангелочек получился. Я их обожаю вот так вот лепить. И они с каждым разом получаются все красивее и красивее. И главное, что это очень-очень-очень просто. Поехали дальше. Вот какие у нас красивые пасхальные яйца. И красить там ничего не надо. Размазывать мил дело. Вот такая красота у нас получилась. Посмотрите, какие у нас интересные яйца. Немножко тут с ангелочками. Смотрите, какая красота. Какие миленькие. И какие красивые тут жарптицы всякие разные. Подсолнухи есть. Ну, конечно, 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 это изобилие фактических картинок. Здесь я купила в русском магазине те, которые мне больше всего понравились. И стоит вот эта вот ленточка из семи этих картинок всего один евро, дорогие мои. А у нас в России они стоят еще дешевле. Ну, и, конечно, сейчас я пойду в гости. Отнесу подарок, как я говорила, бутылочку шампанского вместе с Коломбо, с Панеттончиком. И возьму еще три яйца для красоты, для полного, так сказать, подарка. Итак, поехали дарить. Вспомнение к моему основному подарку. Вот такие три яйца с ангелочками и с жарптицей. Пара-па-пам! Такой у меня красивый набор, где, как я уже говорила, Коломбо и бутылочка шампанского. Вот такая красота. Ага! Ну и мои яйца красивые. Субтитры создавал DimaTorzok